По Иисусу Христу. Ну что, красавица, желаешь о Боге поговорить, о вечности? О душе, где после смерти мы будем? У нас есть закон Божий. Вы православные? Да, мы православные. Так что, если есть вопрос, у вас что-то там свет погас. Мы показываем священное писание и отвечаем на этот вопрос. По простому делу, а чтобы людям возвестить великую и радостную весть. Что за нас умер Христос и воскрес третий день. Чтобы, веруя в Него, мы имели жизнь вечную после смерти. А почему так много книг? Вы так много читаете? Если у вас есть желание узнать, задать вопросы, можете задать. У меня есть вопрос. А почему так много книг на заднем плане? Вы их все прочитали или что там? Да, я не просто прочитал. Я одновременно вел занятия в пяти университетах, три радиопрограммы, 13 школ, все отделы милиции, воинские части, заводы и фабрики. Одновременно? Одновременно и бесплатно это все. Бесплатно. Бесплатно. Я занимаюсь в Библии 58 лет. Проповедник по всему миру проехали. Подождите, объясните мне тогда одну вещь. Вот, смотрите, мы в Москве сидим и, ну, как бы, относительно жируем. Да, у нас тут есть еда. Да, да. Почему дети в Африке голодают? Ну, только вы не дымите. У нас не положено разговаривать, когда дымят. Положите эту игрушку. Я прошу только, чтобы никто не ругался. Договорились? Нет, мы не будем... Так, да, Москва собирает дань. Ну, и что? Ну, что они в Москве? Я не понял, что. У меня пенсия. Ну, посмотрите, я родился в семье, и я не скажу, что супербогатый, но мне на еду хватает. Почему дети в Африке не имеют того же, что и я? Они что, хуже? Ну, они чем-то провинились? Или почему дети в Африке голодают? Ну, несколько миллиардов человек в Африке, они сейчас не имеют еды, воды и доступа к кровам, головой болеют, болезнями. У них нет... Болеют. А вы знаете, сколько в Африке погибло от голода за сто лет? Очень много человек. Ну, много, примерно. Я не скажу вам точно. Я могу узнать информацию. Да ладно, другое. Не надо. Скажите, за время войны, Второй мировой, во всем мире сколько погибло людей? Как это связано? Во Вторую мировую войну. Россия, Германия, Америка, все страны мира. Сколько потеряли людей? Умерло? 40 миллионов. 55. Ну, я могу... 55. Дальше. Это не все. А за время перестройки в Российской Федерации женщина погубила в утробе в своей вагине 120 миллионов младенцев. Ну, я не знаю, откуда... Две мировые войны. Две мировые войны. Можно я... Нет. Я хочу получить ответ на вопрос. Вы сказали, я могу задавать вопрос, и будете отвечать. Вот я сейчас... Мы не говорим про Вторую мировую войну, не говорим про перестройку. Вот сейчас я живу на несколько порядков лучше. То есть люди получают один доллар. Один доллар в неделю. Это один миллиард человек сейчас по статистике экономической. А я получаю намного больше этого. И живу как бы в условно золотом миллиарде. Почему те люди живут хуже, чем я? Вот понимаете... Они заложили, их Бог не любит. Я еще раз вам отвечаю. Показывают даже фильмы в Африке. Брошенная земля, засохшая. И один человек, один подумал, что я учился в школе. А почему не поставить ветряную мельницу, чтобы энергия была? И он это сделал. Проводит канал, и вся местность засвела. Всех людей поднял на ноги. Работать надо. Вот я сказал... Я не ответил. Смотрите. Африканцы прокляли Бог, они не умеют учиться. Мой отец Тихон Дмитриевич вернулся с фронта без левой руки. Нас в семье пять мальчиков, пять девочек, десять детей. С отцом и матерью вместе двое полкласса не кончили. И мы ни разу не легли голодные. Мы все работали за пять лет. А потому что в Советском Союзе не было религии. Возможно, поэтому. Мы верили всегда. Мы из старообрядческой семьи, хотя теперь мы православную церковь признаем. Я к тому говорю, наши родители никогда власти не ругали. Мы этого не слышали никто. И при такой бедности... Я помню, коров выгоним. Отец пастухом работает. Смотришь, где корова, лепешку сбросит. Ногами заскочу и стою, жду, когда следующее придет. Вообще ничего нету. И мы Бога благодарили. Ни одного больного нет. Я сейчас скажу, мне 81-й год, я еще ни одной таблетки не съел. Вот, извините, перебью. Но при чем здесь Африка и дети, которые там голодают? Там действительно очень большая проблема. Я говорю, что пожалуйста. Образование. Или в чем проблема? Или в том, что... Ну, церковь... И в Африке не все голодают. ...строение современного капиталистического общества не дает развиваться ущербным странам, таким как Африка, Индия. Ну, понимаете, вопрос-то не ко мне. Потому что мы строим православную деревню с нуля. В стране погибло 31 тысяча поселений в Российской Федерации. Мы единственное получили землю, строим на пяти условиях. Чтобы человек не лгал, не пил, не курил, не матерился и не воровал. Первое поселение. Мы смотрим сейчас про Библию. В Библии сказано, что Бог любит всех. Да. Ну, африканцев Бог любит меньше, чем нас. От нас зависит, где нам жить. Я бы мог в городе жить. А я живу в деревне. Да, если они родились с Бабой. Так. Я бы мог попятиться маленько. И работал бы, как раньше работал. В органах МВД и другое. А я верующий. Я сам себя определил. Меня везде заблокировали. И поэтому я пошел печником. 40 лет печником. До того, как в Россию пришел социализм, то есть Советский Союз, в России где-то 80% населения были крестьяне. И не хватало. Большинству из них жили за чертовой бедности. Их приховывали... Это обман. Обман. Вы не знаете... Обман – это исторические данные. Сейчас у нас книга вышла главного земледельца. Люди какие жили? Сколько ребятишек самое больше? 10 нету. А Менделеев в семье был 18-м ребенком. У меня дедушка 11-й ребенок в семье. Ну вот. Я говорю, что жили совсем по-другому. Своя земля была. Наши работали. У меня у дедушки не было семьи. Он был социалист и неверующий. Ну, может быть, неверующий. Не в этом дело. Были рабочими, пролетариями на заводе. Я пришел-то сюда рассказать о Христе, что мы умрем. О загробной участии. Где мы будем? В раю или в аду? А это... Он говорит, что Христос не любит всех. Он любит только вычисленных. Он любит всех и продляет нам жизнь. Почему дети в Африке голодают? Ну, понимаете, мы можем здесь сказать... Почему у Жириновского столько, а у меня меньше? А я не вижу это. У патриарха яхта. У патриарха яхта. А у меня... У патриарха яхта. У патриарха яхта. У патриарха у него деньги. Понимаете, у патриарха яхта и самолет, а у меня гржавый велосипед. Но у меня есть то, что у патриарха нет. У меня две голубятни. Ну вот, почему патриарха? Почему люди... Не завидуйте, никогда написано. Никогда не любит, а патриарха любит. Потому что он молится. Надо молиться. И тогда... Я вам отвечаю. Счастье не в богатстве. А во внутреннем... Ну, они... Нет, дело не в богатстве. Дело в том, что они умирают. Умирают от голода. Умирают. Их Бог не любит. Они дети. Дети не могли провиниться. Они погибли. Дети, они безгреховны. Им нет и пяти лет. Их Бог не любит. Они умирают. Видите, вот какой-то один вопрос. Вы с него не можете сдвинуться. Потому что вы там не были. Если я там был... Я был в Африке. Ну хорошо, были в Африке. И так ни один, ни два живут. Ты знаешь, многомиллионные живут. И не знают никакого ухороту. Я не понимаю. Я читал Библию. Ну давайте по порядку. Почему наша перестройка всю страну разорила? Почему в Китае не разорила? Почему в Китае живутся лучшие... Там нет религии. Ну хорошо. А какое отношение к перестройке религии имеет? Вообще никакого. Зачем тут толкать это? Нет, вы скажете, почему Китай не разорила? Еще говорю, по нашим делам. Поддерживают инкориалистические настроения. Ведь вы слушать не умеете. Вам нельзя объяснить. Вот я... Нет, вы говорите, я отвечу на любой вопрос. Я вам отвечаю, а вы не слышите. Есть про перестройку. Я вам отвечаю, а вы не слышите. Нет, смотрите. Давайте так. Давайте с вами поговорим. Мы говорим про детей в Африке. Правильно? Так, все. Вы задали вопрос, теперь сидите и молчите. Давайте. Я помолчу. От нас не зависит, где мы родимся. Но у Бога уже все это известно. И написано, живи, в поте лица ешь хлеб твой. Я вам рассказываю... Нет. Вы тоже перебиваете. Вам трудно молчать? Очень трудно. Я очень переживаю за детей в Африке. Ну, а ты что, обкуренные, что ли? Я? Я не употребляю. Ну, тогда хорошо. Тогда слушайте внимательно. У нас даже, чтобы вам было понятно, я берусь здесь. Вот. Мы строим с нуля деревню. У одного сто овечек, у другого ни одной. У одного 36 крупного рогатого скота, 430 гектаров земли, техника. А у другого ничего нету. А приехали вместе. Так и там. По-разному могут жить. Землю Израиль взял, одни камни. Но два раза в год собирает урожай в Израиле. Почему они не хотят учиться? Почему они начинают делать по-своему? Лежать. Я бы лежал, а мне бы откуда-то бананы падали. Не придется так делать. И поэтому... Прошу прощения, это национализм. То есть черные только умеют бананы есть. Черные люди, написано, хамово племя, рабы рабов. Это нельзя вывести никуда. А, а почему так? Почему черных бог любит меньше, чем белых? Не бог любит. Люди избрали. Хамово племя. Он насмеялся над отцом. И он сказал, проклят ханаан, будешь рабом рабов. Хорошо. Сейчас в российской деревне упадок. В российской деревне не на что есть и не на что пить. Люди в деревнях, по статистике, живут где-то в 2-3 раза хуже, чем люди в городах. Бог любит людей в городах больше, чем людей в деревнях? Вопрос-то такой, что вы говорите, во столько-то раз он живет хуже. А у нас наоборот. Вот они в университете... У вас, я говорю, в среднем по стране. А в среднем не надо пьянствовать. Я говорю про всех. Не надо блудить. Не надо пьянствовать. Надо жить по-божески. Вот у нас все... У меня дедушка, прабабушка моя и мой прадедушка переехали из села в город. Потому что Советский Союз дал им работу и дал им жить, дал им квартиру, дал им кровь над головой. А там не было религии. Так может дело не в религии, а в стране? Еще раз говорю. У меня отец инвалид войны. 10 ребятишек. И никуда не поехали. И все выросли, ни одного больного нет. И все учатся. Один отец, 10 ребятишек, без руки. Мать неграмотная. Почему? Потому что мы с 5 лет... 11 ребёнок в семье. Вы на полпредложения прибывали. Они поехали в город, потому что в селе... Видите, какое? В Библии... А в городе давали. Потому что в Советском Союзе было распределение. Так, ну ладно. Разговор тогда закончен. Вы ничего не узнали. Жалко, конечно. Не, ну подождите. Вы обещали меня... Нет, ну вы не слышите ни одного вопроса. Я вам спрашиваю. Я вам отвечать не желаю уже. Вы топчете ногами. У вас знания крайне ограниченные. Понимаете? И вы-то стараетесь давить одно. В Африке, в Африке. А вы не знаете происхождение ни Африки. Ни продолжение, чем закончится. Из Африки произошли все люди. Была революция. Так, вы, если хотите больше узнать, слушайте. У меня здесь видеоканал. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. 20 800 роликов. Я читал Библию. У меня там было много вопросов. Давайте по-другому. А как Дева Мария смогла назначать ребенка? Понимаете, вы... Знаете, вы обидчивы еще? Вот что делать? Не обидчивы. Мне интересно. Вы говорите. Я вам отвечу на любой вопрос. Я вам отвечаю. Я вам отвечаю. Вот она книга лежит. И тут написано «Евангелие от Луки». Но вы в руках книгу не держали. Что вы можете сказать, когда на нее всю жизнь люди тратят? Я знаю. «Евангелие от Луки» писали три человека. Соврал. «Евангелие от Луки» писал «Евангелие от Луки» писал «Евангелие от Луки».